Уважаемые зрители, сегодня хочу предложить вашему вниманию небольшой ролик, посвященный экологическим проблемам Дагестана. Республика Дагестан, это один из субъектов Российской Федерации, находится в западной части Каспийского водного бассейна. Мы гордимся своей уникальной природой, где величественные горы на юге нашей республики непосредственно примыкают с просторными равнинами в северной части. В республике протекает несколько довольно больших рек, есть также прекрасные озера. Однако на сегодняшний день наша республика столкнулась с непростыми экологическими проблемами. Наибольшей проблемой Дагестана является дефицит питьевой воды, поскольку большинство водных артерий загрязнены, качество питьевой воды низкое и она непригодна для питья. Водоемы засорены хозяйственными отходами и бытовыми стоками. Кроме того, проточные каналы регулярно загрязняются вследствие несанкционированной добычи камня, гравий и песка на их берегу. Употребление грязной воды способствует ухудшению здоровья жителей республики и возникновению тяжелых заболеваний. Для Дагестана важнейшей экологической проблемой является водоотведение. Сети, которые предназначены для отвода использованной воды, полностью изношены и не справляются с поставленной задачей. Из-за критического состояния системы водоотвода грязные истоки постоянно попадают в Каспийское море и реки Дагестана, что приводит к гибели большого количества рыбы и отравлению водных ресурсов. Огромной проблемой загрязнения окружающей среды в республике является проблема мусора и отходов. В различных селах и городах действуют нелегальные мусорные полигоны и свалки. Из-за них загрязняется почва, вредные вещества смываются водой и загрязняют почвенные воды. Во время сжигания отходов и разложения мусора в атмосферу выделяются вредные соединения вещества. К тому же в Дагестане нет предприятий, которые бы занимались переработкой мусора или захоронением токсичных отходов. Также не хватает спецтехники для вывоза мусора. Хочется надеяться, что в ближайшее время дагестанский народ сумеет справиться с этими непростыми проблемами. Всевышний наградил нас уникальной и богатой природой, и мы должны сохранить ее для наших потомков.